Здравствуйте, мои милые друзья! Мы снова вместе. Продолжается бесконечная серия. Почему бесконечная? Потому что садоводство, оно особое. Оно никогда не надоедает. Оно волшебное. Один из моих фильмов, знаете, как называется? Скоро он выйдет, сегодня-завтра. Что садовод это не профессия, нет. Садовод это диагноз. Понятно, да? Я сейчас еще раз и не раз войдем в мою кухню. Вот сейчас вы смотрите, у меня это экран, экран, экран. И вот сейчас я взял и нажал. Смотрите, что получится. Позвольте представиться. Меня зовут Валерий Константинович. Фамилия моя Железов. Я хочу, чтобы у вас не опустились руки. Чтобы таких садов было много. Это Сибирь. Здесь каждый год до 40 градусов. Я надеюсь, что вы поверите мне только потому, что это не просто сад. Это доказательство того, что все в наших руках. Это доказательство того, что когда-то были райские сады. Мы изгнанники. Мы просто возвращаем деревню их культурные качества. Так. Садоводство по Железову подписаться. Как было у меня лет пять назад 9 тысяч подписчиков, так и сейчас 9 с копейками. А вырастить сад можно только по новой технологии. Когда-то каждый доцент, кандидат, даже академик, доктор наук старались. Как можно больше. Это стало бичом науки. Подчеркиваю, я Железов утверждаю. Это стало бичом науки. Нужны публикации. И вот он ходит по саду. А они тогда были настоящие. И сады были настоящие. Это потом кабинетные ученые начали переписывать друг у друга. И в раритетных книг брали. Знаете, в 21 веке рисунки из 19 века перекочевали, ничего не меняя. Но в 19 веке в основном была южная агротехника. И все, что когда калечили деревья, они даже могли дать плоды поярче, покрупнее. Более калиброванные, скажем так. Вот. Урожай увеличить. Потом умереть. Вот. Увидеть Париж и умереть. Увидеть. Искалечить дерево. А после этого дерево умирает, но перед этим уже застряло в голове. Урожай-то был какой. А то, что он предсмертный, это было не дано понять. На юге тем более, что деревья после калечения инвалида эти выживали. Когда я перешел на север один к одному, началась страшная эпидемия. Эпидемия уничтожения деревьев собственными руками. Костоянногорск. Феномен был в 90-х годах. Невероятный. Единственный, но не познанный и не обнаруженный наукой яблонево-абрикосово-сливовый феномен. Огромные урожаи. Практически на всех дачах. Потом наступило время Че. У военных есть такое термин. Время Че. Публикации. Те самые, которые должны были зарабатывать очередную степень. Диссертации. Публикации, публикации, публикации. И вот он ходит еще по саду и думает, что бы еще придумать. Напридумывали. И теперь я уже 20 лет борюсь с этим напридумыванием. На моей стороне один из лучших садов России. Вот. Скоро он останется один, потому что уже было три уникальных сада. Чернобаева. Четвертый сад, но это копия моего. Поэтому я его реже вспоминаю. Я чаще вспоминаю воральского волшебника Латинкова. Я чаще вспоминаю Боднера Борисовича, Черемушек. Но они на том свете. Они ушли. И сейчас они работают в райском саду. Когда-то мне 71. Когда-то я к ним присоединюсь. А вот самое страшное, что мы не оставляем против себя, принимал, оставляем учеников. Мои ученики, это вот 9 тысяч, 9 тысяч 590 человек. Это мои ученики, подписчики. Мы продолжать будем вот в таком плане. Вот я взял и несколько дней назад сделал два фильма. Из вот этого и вот этого. У меня есть фото плодов в чужих садах. Так назвать вверху, читайте. Фото плодов в чужих садах. Они для меня не чужие. Они разбросаны от Калининграда до Сахалина. И у многих уже результаты лучше моих. Почему? Чуть где теплее. Мало того, что у меня уникальные сады, уникальные эти плоды, которых ни в одном академии, институте, ни в университете, ГСУ нигде нет и быть не может. Потому что, ну не получается у них. Когда-то не получилось, а пойти другим путем. Бесконечное скрещивание, выращивание семян. Тупиковый шипуть. Зачем нам новые сорта, если мы открываем справочек, там написано. 50 тысяч сортов яблонь. Это такой уникальный результат. Я вот разговаривался, но я не могу иначе. Ладно, давайте подробнее. Вот это вот урожай последнего года. Я немножко вернулся к теме яблонь, косточковой чуть позже. Только потому, только потому, что вот это вот до сих пор не могут вырастить. Понимаете? Мне как-то, как это все... Наверное, я не буду показывать каждого. Вот, не знаю, видно или не видно мой урожай вот это вот. Вот. Про яблонь и груши, ой, про сливы, про это... Про косиковую поговорим чуть позже, да? Вот. Понимаете? Даже этого, то, что самое легкое на свете, вот это вырастить, этого ни у кого нет. Вот. Поняли, да? Саму идею, о чем я буду говорить. Итак, бережливая технология. Вот. Получилось так, что мы вот сейчас... Смотрите, мы вот здесь... Я вот этот вот снимок, фотографию называю золотой запас России. Сейчас уже столько нету. Я рассылаю по всей стране. Вот. И у меня вот два фильма сняты. Я пропускал много, когда те фильмы снимал. Выделял только персики. Почему? Потому что это волшебство. На просторах России персики вырастить. Хоть я учу укрывать, как укрывать. Я это называю полукровная форма. Но все-таки большая часть выращивают без укрытия. Я рассказывал про этот уникальный сорт. И вот с этого момента, когда начинается третья серия, я решил... Все подряд. То пропускал, столько интересного пропустил. Вот. Поняли, да? Вот эти косточки... Часть будет... Часть уже продана. Так, часть будет сриксирована и снова продана. Кстати, обратите внимание. Это как бы учебный. Видите, вот в этот момент должно быть на улице градусов 10-15. Солнышко, земля оттает на штык лопаты. И в этот момент вот эти, которые уже видели, проклюнулись. Их надо садить на постоянное место. А которые не проклюнулись, можно на постоянное. Но занимает большую площадь, если на постоянное место. Остальные можно в виде школки. Например, с густотой помидор. Вот. Когда взойдет часть из них. Часть не взойдет, могут зайти на следующий год. Которые взойдут у вас. Видите? Это я вам отправляю. Которые у вас зайдут. Так. Вот. Желательно как можно больше встать на постоянном месте. Густо получилось? Хорошо. Остальные рассадите. На следующую весну. Вот. Ну, пойдем все подряд. Итак, ваша череса... Еще раз, тема. Железа в чужих садах. Мои клоны, мои семена, мои косточки, черенки. И саженца Железова Сергея, моего сына, которого я передал питомник 5-6 лет назад. Слово «чужие» у него кипалка. Не могу придумать другое. В других садах или... Вот. На просторах России. Вот так надо было. Поехали. Алексей к Алексею. Он живет на Урале. Он пишет. «Ваш ученик...» Здравствуйте, Валерий Константинович. Сады становятся все интереснее. Созрело чересе. Настоящая. Брянская розовая черенок получена от вас. Держит все уральские морозы. А прошедшая зима была не подарок. Значит, у него, я считаю, половина успеха. Полина успеха зависит от брянской розы, которую я уже приучил к морозам. Они приучаются, поверьте. Вот. После стольких лет жизни в Сибири у меня в Краснодарском крае. А вторая половина успеха у него зависит. Раз ты черенок, вот по двое. Ну вот он добился. Почему она не крупная? Она будет укрупняться постепенно. Или с годами, или на следующем этапе. Что такое следующий этап? Это снова возьмет веточку, снова приведет на те же подвое. Наслоение ментора по железу чуть-чуть раскрывая. Не все, но чуть-чуть. Эта веточка берется с этого уже дерева. Не с моего опять, а уже с этого поколения. Назовем его вторым. Так. Потому что больше я никому, по-моему, и не рассылал. Второе поколение. Но подвое должно быть родственнику этому подвое, которое вот здесь вот внизу. Понимаете? Это важнейший момент. И тогда наступает наслоение ментора по железу. И они начнут укрупняться. А почему они мелкие? А мне еще мельче. Почему? Потому что несколько поколений, когда уже занимались в Брянском институте, я не буду говорить, кто этот человек принес пользу стране и вред, потому что учит отрезать вот те ветки. Видите? Для нее это много. Оу, отрезать на кольцо, да. Вот это она принесла вред стране. Их там, правда, не одна, а двое. И за счет бесконечных пересеиваний она просто деградировала. Ну, даже не слово деградировала. Я обычно не применяю. Я железо применяю слово приспособилось. А ведь это все равно, когда-то она приехала за тысячи метров с юга. Ну, в лучшем случае, даже на Украине она гость. Когда, вот, и скорее всего, и даже Польша, Германия, скорее всего, еще южнее. А потом постепенно надвигалась не сразу, покоряя страну за страной. И когда перешла границу России, вот, ее встретила зверская агротехника, лишние ветки. Из-за этого ее продвижение остановилось. И, естественно, Алексейка Алексей, мой ученик, естественно, к Уралу он ее приучит. Его бы взяли бы директором института. Я не знаю, как у него образование. Вот. Алексей, пожалуйста, как-то мне напишите, что у вас за образование. Потому что ваш успех дикий, дикий, я так и называю, дикий успех шелковицы. Вот. И еще другими вещами. Я хочу, надеюсь, что когда-то вас позовут в институт консультантом, вот, зам, допустим, ректора или директора по научной работе. Вот, если у вас хотя бы и большее образование средне техническое есть. Вот. Лучше бы и прямо директором, потому что перестраивать надо работу всяких институтов. Нужно отказаться от скрещивания, нужно отказаться от бесконечного пересеивания. Нужно полностью перейти. У нас все есть. Там нужно только брать черенками и прививать на мунициплине по двое. На слене ментора это чудо, это новое железо, это новое слово в науке. Это означает прорыв, прорыв, прорыв. Вот. Жаль, что наука так по-прежнему. Они, ну, не замечают этого, потому что, вот, дошло до Брянска, их все и хватит. И там массовая гибель. Вот. Ну, это вторая фотография Алексейка. Так. Семена от вас. Это мне пишет Троценко. Там текст вам отправил на фотографиях. Она говорит о семян, которые на привой предназначались. А я перед этим спросил. Наталья Куницына прислала фотографии, но не мне, а Троценко. Или они попали мимо. Сейчас вспомним. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Или она выслала Троценко. Он мой ближайший сотрудник и сторонник, и ученик. Вот. Умнейший мужик по-своему. Компьютерщик, но в плане трудоводства мой ученик. И вот получается, что прислали мне фотографии. Я говорю, от кого семена? Он отвечает. Семена от вас. Внимание. Это важнейший момент. Смотрите. Вот так вот. Вот. Вот фотографии. Учебные назовем их. Так, так. Ох. Йо. Если вот это из косточек. Вот, понимаете, я раз 20 помянул выпускницы Мерязевки. И почему я опять их фамилии трясу. Они несколько раз оскорбили моего брата, который хотел им помешать учить калечить деревья, да? И меня заодно. А я вступился за брата. Это выражения были подлые, наглые, грязные. Самое, самое такое не обидное было, до 70 лет дожил, ума не нажил. Это от них, да? Вот. Причем безграмотно невероятно. В двух словах три ошибки. И вот получается, что их вот эта фраза, я вынужден подчеркивать, потому что мы до сих пор в меньшинстве. Наше дело правое, но мы в меньшинстве. Вот. Опять цитирую. Уже Элизова, эту самую, Исакову Ольгу. Уже Элизова, у вас, уже Элизова. Ну, так, сохраняю не полностью, но зато смысл. Значит, в саду с этим, со свободным опылением из косточек вырастут дички и жердели. Ну-ка, гляньте на эти жердели. Я ничего не выдумываю. Клянусь Богом, что все это как вот исторически сложилось. Понимаете? Приходят фотографии. Я хватаюсь за сердце. Чьи? Павел говорит. Наталья Куницына, Московская область. Все по-честному. Ну, что скажете, а? Жердели, дички. Вы понимаете? Даже здесь они, оставаясь на принципах перекрестного пыления, пусть не как у Железов свободного, а искусственного. Помните, презеративчики из марли? А, твое, это самое страшное что-то. Садоводство, это так же, как... Я ненавижу, когда кастрируют собак, кошек. Вот, я бы сказал, вас бы сами... И здесь умудряются кастрировать деревья. Как можно потом вот это получить, если кастрировать? Кастрировать, представляете, деревья для того, чтобы получить целенаправленные якобы сорта? Когда вот это чудо происходит само по себе. Я еще зацепил одну тему. Я никогда не говорил про кастрацию деревьев. Но я говорю, вся эта, даже если кастрировать, не кастрировать... Вот, дальнейшая работа, это уникальные вещи. Почему? Потому что они, даже, я не так говорю, прививки, прививки, прививки. Но даже из косточек можно получить чудеса. Наука зашла в тупик, понимаете? Но для этого не надо кастрировать, не надо презерватива, не надо эти самые кисточки, не надо все это искусственно. Дерево принимает полового партнера. Приняло, будет вот это чудо. Если у меня одна косточка, ну, явно была культурная, не знаю какая. Скорее всего, один партнер королевский, другой не знаю, да? Вот. Но, приняв второго полового партнера, она куда переехала? Московская область, где теплее. Средняя зимняя температура Московской области на 8 градусов теплее, чем у меня, в этом самом, в Шушенском районе. Понятно? Вот. И к чему это все? Два культурных. Супруга дали. Плоды, то есть дали детей, вот они дети. Которые не мерзут, в виде цветов не мерзут в Московской области. Понятно? Вот. То есть, это тоже путь. Но, пожалуйста, с косточек выращивайте, получайте. Выращивайте. Дички у вас никогда не будут с моих королевских, с моих академиков огромные плоды. Баи эти, до 130 грамм уже дошли. Баи 130 грамм. Вот это все будущее и семена. Самый верный путь прививки. Второй путь семена. Но не те, почему у них дички получались. Они искренне говорят, что у них вырастут, потому что вы не умеете выращивать. У вас нет специальных этих самых, не специальных, а уже опробованных до конца, приученных в Сибири, роскошнейшим сортам. И приученные, они уже не дичают. А если дичают, то только слегка. Вот этого вам не достичь никогда. Никогда. Вот. Почему? Я же, Ольга Исакова, я же, даже после скандала, я сказал, после того, когда вы, извините, даже, не, не оскорбили, обгадили нас братом Железовым, Юрием Железовым, да, после этого-то, я что сказал? Ладно, бог с вами, давайте дружить. Адрес я вам высылаю эти же самые. Займитесь настоящим делом. Хватит уже цитировать эти самые. В Википедию, где данные с 30-х, 50-х годов. Сами пишите 30-х, 50-х годов. 80-70 лет прошло. Что у вас за это? Это то же самое, что сейчас доказывают, что самый передовой этот двигатель паровой. Я когда-то, извините, разговаривался, я разволновался. В каком-то этом самом фильме, нет, в книге, я читаю. Вот он попал на какую-то планету, там развитие техническое шло своеобразно. Вот уже робот, мыслящий робот, который занимается функцией, в данном случае там, метет улицы, уже робот. Время от времени останавливается. У него там на горбу печка. Он время от времени достает это самое уголь, закидывает в эту печку. Оказывается, что двигается он с помощью пара. Представляете? Робот электроника, а электричество подается, а электричество делает пар. Вот это примерно вот так, Ольга Исакова, Наталья Медведева, пусть кто-нибудь вам этот фильм передаст. Вот так-то и происходят чудеса. Остались дела, ладно бы в 20 веке-то. Но то, что вы цитировали, это начало первого пола 20 века. Ну сколько можно так? Ну нельзя останавливать прогресс, смысла нет. Вы же выглядите, вот эта фотография, вот они, дички, ну извините. Вот это перешло, это уже перешло, снова мне присылают, смотрю, ааа, так уже все, знакомо. Это уже где-то в сетях. Вот. И давайте, раз мне пришла и вторая, пусть про эту же фотографию, но расшифровка здесь. Пусть в другом месте. Ну мне же как присылают? А мы ваши нашли. А вот ваши эти самые дети. Дети, я имею в виду, вот это, да, мои дети. Вот эти вот плоды. Вот наш первый урожай этим летом. Вот, видимо, она, Куницына, вот эта. Восторг, очень вкусная, просто невероятно. Посадила на огородную грядку штук 10 семян самых крупных, которые предназначались для будущей прививки. Поняли их смысл? Берутся самые крупные плоды от железа. Вот так. Выращиваются. И даже в первый год еще вот этого нету. Еще, знаете что? Вот, уже вот с этого момента, это я расшифровал, один из моих методов. Подвои растут. Я не знаю, это подвой или привой. Допустим, это культурный, который дал плоды вот такие, или даст. Может, мельче будет. Но, чтобы не терять время, срезается почти все, большая часть ветки. И вот эта часть переходит на подвой, не дожидаясь плодоношения. Он может ждать 4, 5, 6 лет. Вот, в этот смысл, я так понял, Куницына вложила вот в эти слова. Она посадила на огородную грядку штук 10 семян самых крупных, которые предназначались для будущей прививки. Видите? А подвой посеяла в месте, где планировала деревья, на постоянном месте. Подвой, внимание, подвой не взошел, Господи, он до следующего должен взойти. Но на данный момент подвой не взошел. Зато прямой заколыхался на грядке. Взошло 3 дерева. Самый слабенький я удалил уже, конечно. Остальные росли, засвели на 4-й год, но первые плодики осыпались. На 5-й год этим летом завязалось очень много плодов. Но верхняя часть веточек, которая стала засыхать, на ней было для дерева больное. Для никогда на здоровое дерево абрикос не садится. Может быть это, мы же с вами эксперты или кто, может быть все-таки заглубление было. Если заглубление, тогда частично гнить может корневая шейка. Не, ну все-таки у вас 6 лет выдержало. Смотрим дальше. На 5-й год завязалось много плодов, но верхняя часть веточек стала засыхать, и на ней была тля. Но несмотря на это, 15 абрикосов созрели в сроке, мы их сняли. Сухие конческие веточки обрезало, дерево выглядит здоровым. Ничем не кормлю, не брызгаю. Это пожелезо. Кормить рано, вот когда у вас будут, как у меня с каждого дерева по 20-30 ведер, вот тогда и подкормить. Поливаю вместе с газоном дождеванием. Вы знаете, что такое дождевание? Ой, господи, ничем мы не успеем, если я сейчас начну искать ту фотографию дождевания. Вы поняли, насос подает воду в улитку, есть такие улитки. И она разбрызгивается мелким-мелким таким этим. И никаких шланг кинул и начал поливаться, должно сверху, повторяем, за Богом, за дождем. Дождевание, распрыскивание на большой высоте. Надеюсь, вы поняли. Так нравятся наши деревца, что буду огород оттуда убирать. И все деревья подсажу, ну я бы вас расстроивал. К сожалению, эти два деревца отказались близко друг к другу, полтора метра. Уже ветки цепляют, не знаю, надо ли одно убрать. Очень жалко будет, к тому же они должны быть и пылять друг к другу. Да ёп, на разе, да какое убрать? А вдруг убрали? Ой-ой-ой, да пусть полтора, у меня еще и ближе метра, и оба плодонос. То есть это не должно быть так. Ну, исторически сложилось. Знаете, как Марья Ивановна, учительница, спрашивает у Вовочки. Вовочка, сколько будет дважды два? Вовочка говорит, четыре. А теперь, Вовочка, обоснуй. Марья Ивановна, ну как обосновать? Ну так исторически сложилось, что дважды дважды четыре. Вот и тут. Жалко будет. Надеюсь, не убрало. К тому же они должны опылять правильно, уже собрать. Но вот эти слова кощунственные. Не знаю, надо ли убрать. Так я, мысль, в голову не должны прийти. А сейчас время прошло, я не знаю. Вот еще раз тот же плод. Вот. Ну что, друзья. На этом, по Ротенко, будем уже говорить, другой серии. Давайте вот с этого начнем новую серию. Я очень много комментировал своих фотографий на своем сайте. Вот. Своих этих папках бесконечных. У меня их тысячи. Вот. И, чего я добился, это не одна тысяча получилась только фильма. А в чужих садах только вот снял два фильма про персики. Наверное, начнем новую серию. Просто будем комментировать. Чужие, чужие. У меня тоже сотни скопилось. И вот как сейчас я прокомментировал. Сейчас у меня полчасовые фильмы получаются. Во-первых, по просьбам трудящихся, они любят длинные. Раз. И потому что сейчас, через минуту, ровно он сам остановится. А потом включать, продолжать запись. Пусть это будет следующий фильм. Итак, первая серия фильма. Вот. Будет, может быть так, «Привет из чужих садов». Придумаю название. Все, друзья. До свидания. Вот. Пока на этом все. Но я надеюсь, даже то, что вы увидели, вы поняли. Наука зашла в тупик со своим этим самым. Ну, я уже говорил с чем. С бесконечными пересемами. Так можно получить тот же от яблонь, допустим, 50 тысяч первый сорт. А он нужен. Все, что уже создано, оно совершенно надо сохранить. А как улучшить, мы еще будем говорить. Потому что следующая серия начнется с волшебника Латинкова. «Царство его небесное, скоро присоединись, Юра». Подожди несколько лет. И мы вместе будем в райском саду выращивать новые сорта. Ты будешь сохранять, это твое направление, а я портить. Как сказал Курдюмов Железов, упразднил понятие сорта. Все, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова